Производство полиэфирных кордных тканей мощностью до 30 миллионов погонных метров в год открылось в Волжском на площадке ОАО «Газпромхимволокно». Объем капитальных вложений в этот проект, который был включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов региона, составил около 4 миллиардов рублей. Этот проект реализовали компания «Газпромхимволокно» при поддержке правительства Волгоградской области. Мы сегодня не только политически и административно поддержали, мы серьезно поддержали налогными льготами, потому что наша территория, наша Волгоградская область сегодня инвестиционно привлекательна. И весь мир, вся страна должна знать, что именно здесь должны размещаться суперсовременные предприятия. Это не только рабочие места, это высокотехнологичное производство, которым может гордиться вся страна. В России мы номер один. И это только старт проекта. Будет еще несколько этапов, увеличится количество рабочих мест почти втрое. Увеличится налогооблагаемая база. И те налоговые льготы, которые мы вовремя предоставили, они, кажется, стоятся и вернутся в региональный бюджет. И будут направлены на социальные нужды. Ввод новой установки, пропитки и термообработки кордных тканей позволит существенно увеличить объемы выпуска высококачественного полиэфирного корда. ЗАО «Газпромхимволокно» планирует поставлять свою продукцию и крупнейшим российским производителям шин, и зарубежным лидерам отрасли. До этого дня практически 100% этого продукта в Россию поступало из-за границы. Данное производство является лишь окончанием первого этапа нашей инвестиционной программы. И я считаю, что благодаря тому вот и приятному инвестиционному климату, который создан сегодняшним днем губернатором области, его командой, позволяет нам надеяться, что те остальные два этапа инвест-программы, которые мы предполагаем реализовать, будут осуществлены вовремя и в срок. Планируется, что в 2013 году на предприятии начнется выпуск технических тканей, которые будут использоваться при изготовлении устройств для прокладки магистральных трубопроводов, а также производстве различных резинотехнических изделий. Следующий этап – создание производства геотекстильных материалов. Продолжение следует...